Подожди, подожди. Так, еще одни. Подождите. Тихо, 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 тихо. Вы хотите по-своему провести? Выходи сюда. Дай микрофон, чтобы слышно было. Все знаете, сейчас я чуть-чуть отступление сделаю. Это же не одна же, наверное, скорее всего, так думаешь. Очень часто на тренинге вот так бывает. Блять, когда тренинг начнется? Он уже начался. Тебе кажется, что вот это неинтересно, то неинтересно. Если я вас сейчас буду грузить просто вот этими медитациями, тут половина тоже ничего не поймет, зачем это все дано. Сейчас будет. Чуть-чуть потерпи, ладно? Все будет. У меня тоже страх смерти. Просто у меня мама ушла из жизни, когда мне исполнилось 26 лет. А и теперь, на будущий год, моей дочери исполнится тоже 26 лет. И ты боишься умереть сама теперь? Да, теперь я сама это думаю. Еще у меня зоб, и я еще курю. То есть вот эти все, я все время связываю и кручу, кручу в голове. Хоть стараюсь там прорабатывать, но мне не получается. Как помочь? Да ты долго будешь жить, не переживай. Еще не переживай. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот до этого задавала вопрос, сейчас у меня уши заложили, и правое, и левое, и вообще не могу сидеть. И еще давно. Плакаться не могла и прокричаться. Сюда иди. Подожди, микрофон, ладно? Я так не слышно вас. Дай вот это в красном. Будет, будет, будет. Вы не переживайте, мы до 9. Если надо будет продлить, мы продлим. У меня правая сторона начала тянуть, голова. А теперь даже глотаю мне гланды. Не было их, посмотрите. Посиди, посиди еще, ты помаринуйся пока. Ты еще, еще есть состояние, когда готово. Есть когда, а? Микрофон, да? Чуть подыши глубже, руки не скрещивай. Можно спросить? Давай. Вот когда медитацию делали на деньги, у меня вот 20 минут судороги были на правой ноге. Я вот еле сидела вот так вот, стучалась, смотрю, никому не мешаю. Ты на работу так не хочешь, да? Ходить? А? Я недавно свой бизнес закрыла. Просто я на себя работала. Сейчас хочу другое открыть. Вот долго шла к этому, да. Икру сводила? Да, то, что я двоих детей содержу, я мать-одиночка, поэтому боялась. Дети у меня взрослые, поэтому боялась. Икру сводила? А? Икру сводила? А где сводила? Или затекала стопа просто? Нет, полностью сводила. У меня судороги есть вообще сами по себе. Я вот так вот стучала и сидела. Судорога где была? Вот здесь, вот тут. Стопа, где стопа? Стопа, ага. Хорошо. Стопа – это не вижу себя в будущем с мужчиной или в бизнесе. У тебя нет картинки в голове. Поэтому судороги нос вводит ногу. Вы когда будете слушать вот это прощение денег, и вас где-то будут потряхивать, где-то будут выколбашивать, да? Я вам такую немножко логику объясню, как надо себя отслеживать, чтобы понимать, что происходит. Если человека поделить пополам, правая сторона – это все, что отвечает за взаимоотношения с мужчинами или с бизнесом. Левая сторона – все, что отвечает за твое мироощущение себя как женщины и твои взаимоотношения с женщинами. У мужчин наоборот. Правая сторона – как я себя чувствую как мужчина, левая сторона – как я чувствую себя с женщиной. И когда ты будешь дышать и прорабатываться, у тебя здесь колбаси, правую руку. Руки – это не принимают то, что я делаю. Ноги – не принимаю, куда… Вот это страх идти. И все, глаза видеть, уши слышать. Когда закладывает уши – это тогда, когда я самый умный. Я не хочу никого слышать, мне ничего не говорить, я сам все знаю. И банан в ушах. Нормально. Когда ты засыпаешь, значит, ты просто не привыкши к энергиям, и тебя будут… Я под эту медитацию сам спал первый, наверное, год. Я включал, меня врубал. Меня участники тренинга будили. Игорь, вставайте. А я храпел. А можно еще добавить по поводу тоже? У меня аналогичный вопрос. Вот я сейчас закрываю свой основной бизнес. Я 25 лет занималась этим бизнесом. И сейчас я в другом совершенно бизнесе. И там совершенно я ничего не знаю, не понимаю. Но я этим хочу заниматься. А тем, чем я раньше занималась, я абсолютно этим не хочу заниматься. Даже мое физическое тело тоже даже не хочет ходить. Ну, занимайся. Идти туда, чем хочешь, да? Туда боюсь. Ну, просто пойди. Смотрите, всегда страшно идти навстречу своему хобби. Почему-то у нас в голове деньги – это равно страдания. Деньги надо работать. И деньги просто так легко не достаются. И поэтому деятельность, которая мне приносит удовольствие, не может приносить мне денег. И нам так действительно кажется. И мы в это верим. Поэтому просто попробуй зарабатывать на том, что тебе нравится. И это будет легко, достойно и быстро. Когда ты находишь свой путь, когда ты начинаешь работать или делать что-то, что тебе предназначено или предрешено, у тебя, тебе начинает вести. Все хотя бы один раз в жизни на этом пути были. Когда вот за что бы ты ни взялся, все получается. И ты сюда пошел, раз пришло, туда пошел, раз пришло. Единственное, когда ты делаешь шаг в сторону, тебе по рукам бьют, сразу стоило вставай, и опять иди той дорогой, которая тебе предназначена. Ну и что? Надо просто начать. Я вам скажу свой секрет, как получился вот этот тренинг. Я пришел и говорю, надо собрать там тысячу человек. Она говорит, а что будет? Я говорю, я не знаю. Она говорит, хорошо. И все, мы не разговаривали два месяца об этом вообще. Мы начали об этом говорить за два дня до начала мастер-класса прошлого. Ты можешь делегировать, чтобы кто-то начал вместо тебя, если ты сам боишься, но потом этого человека не дергай. Потому что у нее свой страх, у меня свой страх. Если мы где-то за месяц до мероприятия поговорили, мы бы все завязали, все. А так ей кажется, что я заднюю не включу, а мне кажется, что она заднюю не включит. И все получается. То есть некоторые делают декларации, цену слова. Если я вот это не сделал, то тогда я тебе машину подарю. И из-за того, что ты не хочешь отдавать машину, ты фигачишь там из страха это. А лучше, мне кажется, вот так хорошо. На кого-то нагрузил, себя ответственно снял, а потом вот что-то там получается.